20 глава, 4 книги царств И заплакал Езекий сильно. Исайя еще не вышел из города, как было к нему слово Господа. Возвратись и скажи Езекий, владыке народа моего. Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю дням твоим пятнадцать лет. И от руки царя Ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот ради себя и ради Давида, раба моего. И сказал Исайя, возьмите пласт смокв. И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекий Исайи, какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень. И сказал Исайя, вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек, вперед ли пройти тени на десять ступеней, или воротиться на десять ступеней. Имеется в виду солнечные часы перед дворцом Езекий. И сказал Езекия, легко тени подвинуться вперед на десять ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на десять ступеней. И воззвал Исайя пророк Господу и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на десять ступеней. В то время послал Беродах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не осталось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исайя пророк, царю Езекии, и сказал ему, что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? И сказал Езекия, из земли далекой они приходили, из Вавилона. И сказал Исайя, что они видели в доме твоем? И сказал Езекия, все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих. И сказал Исайий Езекии, выслушай слово Господне, вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь, из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Езекии Исайии, благо слово Господне, которое ты изрек, и продолжал, да будет мир и благосостояние во дни мои. Прочие об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Монасия, сын его, вместо него. Продолжение следует... Продолжение следует...